Седьмой том книги «Открытым оком», вопрос номер 1969. Тема «Проповедь в благовестии». Почему дело проповеди не поставлено на первое место? Многим ли было понятно, что без проповеди нет жизни? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. К великому сожалению и всеобщей беде это было понятно очень и очень немногим. Послание к Римлянам, 10 глава, 14-17 стихи. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? И как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благоествующих мир, благоествующих благое. И так вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Иоанн Златоуст, 13 ноября. По прошествии двух лет, истомленный многотрудными подвигами и страдая от холода, Иоанн заболел так, что не мог уже заботиться о себе. Поэтому он вынужден был покинуть пустыню и возвратиться в Антиохию. Сие случилось по Божию смотрению и промышлению о церкви, дабы таковой светильник не был сокрыт в пустыне, как бы под спудом, но светил всем. Господь попустил Иоанну впасть в недуг, выводя его таким путем от пребывания со зверями к сожительству с людьми, дабы он был полезен не только для себя, но и для других. В своей проповеди святой Иоанн Златоуст часто говорил из устно. Чему весьма удивлялись все жители Антиохии, восхваляя Блаженного, так как до сего времени никто не проповедовал Слово Божие без книги или без тетради. Первым таким проповедником был среди них Иоанн. Его поучения были исполнены такой силой, что все слушавшие не могли вдоволь насладиться ими. Вот почему многие скорописцы записывали на хартиях проповеди Иоанна и, переписывая, передавали их другим. Его поучения читались за трапезами и на площадях, и слушатели поучались из устно словам его, как псалтири. Иоанн был таким сладкоглаголевым оратором и любезным для всех учителем, что в городе не было ни одного, кто не желал бы слушать его бесед. И когда узнавали, что Иоанн желает беседовать, все с радостью стекались в церковь. Городские правители и судьи оставляли свои занятия, купцы свою торговлю, ремесленники свои дела и поспешно шли слушать учения Иоанна, заботясь о том, чтобы не пропустить ни одного слова, исходящего из уст его. Все считали за великую потерю, когда не удавалось им слышать сладких речей Иоанна. Вот почему ему присвоили различные похвальные наименования. Одни звали его Божий и Христовый уста, другие сладкоглаголевым, а третьи медоточивым. Случалось, что Блаженный, в особенности в начале своего пресвитерства, говорил проповеди, которые по своему содержанию были не всегда понятны для малообразованных слушателей. Однажды некая женщина, слушая и не понимая сказанного, возвысила голос среди народа и сказала Иоанну «Духовный учитель, а лучше назову Иоанн Златоустый, колодец святого твоего учения глубок, а вервия ума нашего короткий и не могут достичь глубины его». Тогда многие из народа сказали, сам Бог устами женщины дал себе наименование Иоанну, пусть же он сего времени называется Златоустый. Он посылал из числа своих клириков, опытных, богобоязненных мужей, утверждать православие проповедью Слова Божия, истреблять нечестие и ересь и направлять заблудших на путь спасения. Дмитрий Ростовский, 21 сентября. До конца XVI столетия в России редко проповеди сказывались из устно. Большую частью читались переводные по учению святых отцов или жития святых. Вместе с ним образовалась особенная должность проповедников, которую отправляли при соборах, монастырях и братствах духовные лица, получившие образование. Луки Лиан, 3 июня. После долгой беседы святой Климент сердечно простился с ними, благословил и отпустил их с миром. Они же пошли все вместе и проповедовали Христа сначала по всей Италии. Как описать, сколько тысяч народов, в краткое время обратили они ко Христу, возвещая всем слово спасения. И настолько споспешествовала им сила Божия, что смотревшие на них думали, что взирают на небесных граждан. Ибо знамениями и чудесами сияли они посреди всех, просвещая души избранных Божиих. Антоний, патриарх Константинопольский, 12 февраля. Между прочим, будучи еще младенцем, он внимательно присматривался к тому, как совершать проскомидию, как держать кадила, как вообще отправлять в храме божественную литургию. Так благодать Божия подготовляла преподобного еще с младенческих лет его к совершению богослужения. Это житье для современных попов. Аполлинарий, 23 июля. Святой же сказал о себе, что он христианин, родом из Антиохии, ученик апостольский. Дело же его исключительно состоит в проповедании Иисуса Христа, Сына Бога Живого, сотворившего небо и землю, и море, и все, что на них и в них. Не того ли проповедуешь Христа, который несколько лет тому назад назвался Сыном Божиим и был убит жидами? Спросил Мессалин. Евтихий, 24 августа. Услыхав о благовестии имени Христова, он оставил своих родителей и друзей и пришел к возлюбленному ученику и апостолу Иоанну Богослову. Всюду следуя за ним и подражая его житию, святой Евтихий поучался от него премудрости божественной и почерпал от него, как от источника, благодать Божию. Преисполнившись ревности апостольской, святой Евтихий мужественно искоренял обольщение бесовское. Встретив святого апостола Павла, Евтихий стал его спутником и много потрудился вместе с ним, проповедуя Евангелие и мужественно перенося все заключения. Посему сей святой Евтихий и считается учеником того и другого, и евангелиста Иоанна Богослова, и святого апостола Павла. Сей Евтихий сопричислен также к числу меньших апостолов и именуется апостолом, хотя и не обретается в числе семидесяти апостолов. Почтен же он наименованием апостола потому, что потрудился со старейшими апостолами, благовествуя имя Господа нашего Иисуса Христа. А также и потому, что сими старейшими апостолами был поставлен в епископа для служения слову проповеди и приношения жертвы. И, наконец, потому что с проповедью имени Христова прошел многие страны, и при том не только вместе с прочими апостолами, но и один. Впрочем, он проповедовал Евангелие не один, так как всегда имел своим спутником ангела Божия, который укреплял его и предсказывал ему обо всем, имевшем с ним случиться. Продолжение следует...